Всем привет! Спасибо, что подключились. Вы на канале DevKitchen. Я Егор. Я продолжаю сидеть на кухне и делать свою игру. В прошлом видео я показывал, как можно генерировать 3D-модели с помощью нейросетей. А сейчас мы посмотрим, как эти модели можно оптимизировать. А прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, потому что это очень помогает в развитии проекта. Сегодня мы поговорим об уровне детализации моделей. В Unity она реализована через LOD-систему. Это техника оптимизации графики, которая используется для уменьшения нагрузки на GPU, за счет изменения уровня детализации объекта в зависимости от его удаленности от камеры. Это работает так, что для каждого объекта создается несколько версий его модели с разной сложностью. Например, оригинальная модель содержит 100 тысяч треугольников, средний уровень детализации – 10 тысяч треугольников, а для далекого расстояния – лишь 100 треугольников. В момент рендеринга сцены, в зависимости от расстояния до объекта, выбирается наиболее подходящая LOD-модель, что значительно снижает вычислительную нагрузку. LOD-система играет ключевую роль в разработке 3D-игр. Она позволяет поддерживать баланс между качеством графики и производительностью. Начиная с версии 6.2, в Unity существуют две различные реализации лот-системы, и мы посмотрим на обе. Во время подготовки к этому ролику я создал вот такого трехмерного персонажа, чтобы заменить старые красные пилюли. И на нем мы проведем все эксперименты. Я создал префаб персонажа, у которого внутри реализованы две разные системы LOD. И сначала мы посмотрим на ту, которая была добавлена в Unity 6.2. Чтобы она заработала, надо выбрать нашу импортированную модель и включить галочку «Generate Mesh LODs». После чего жмем «Apply» и Unity сгенерирует меши. Если мы выберем меш, мы сможем посмотреть, как Unity это сделала. Видно, что в оригинальном объекте 10 тысяч треугольников, на следующем уровне детализации 5 тысяч, и дальше все меньше, меньше и меньше. Там же в настройках модели мы можем регулировать количество создаваемых мешей. Допустим, не 32, а 5. И теперь Unity сгенерировала лишь 5 вариантов. Дальше в Project Settings во вкладке Quality мы можем немножко настроить то, как LOD-система будет работать. Новая LOD-система не позволяет в индивидуальном порядке для объектов настраивать то, каким образом будут подставляться варианты. Вместо этого в настройках есть параметр Mesh LOD Threshold, который будет влиять на все меши, созданные через эту систему. И как-то так выглядит эта регулировка. То есть увеличиваем значение, и на меньшей дистанции начинается изменение лода. Посмотрим, как это выглядит в игре. Поставим значение побольше, чтобы видно было, как лоды меняются по мере приближения объекта к камере. Уже прямо видно. Оп. Оп. Можно настраивать под свой проект, ставить нужные значения. Все работает автоматически, сразу для всех объектов и из коробки. Единственное, что нету тонкой настройки, индивидуальной для каждого объекта. Еще одна очень важная особенность новой LOD-системы заключается в том, что все, что она делает, это уменьшает количество треугольников Mesh, больше, больше ничего. И при этом она это делает, не оглядываясь на UV-развертку. Поэтому при изменении уровня детализации будет очень сильно падать качество отображаемого объекта. Теперь рассмотрим старую систему, LOD Group. В отличие от Mesh LOD, который все делает сам, LOD Group заставляет нас делать все вручную. Но при этом предоставляет доступ к более тонким настройкам. И при использовании LOD Group с первым камнем преткновения является то, что эта система не генерирует Mesh, она только позволяет настраивать уровни детализации. А все упрощенные Mesh для этих уровней детализации вы должны предоставлять сами. Но эту проблему решает пакет Unity Mesh Simplifier, ссылку на который я оставлю в описании к видео. Unity Mesh Simplifier не просто генерирует Mesh, он еще и позволяет более точно настраивать лоды. Unity Mesh Simplifier предоставляет доступ к компонентам, упрощающим работу с LOD Groupами. В частности, это LOD Generator Helper компонент. Здесь можно точечно настраивать все LOD-варианты и генерировать их лишь нажатием одной кнопки. Этот пакет сам создает LOD Groupу, прикрепляет к ней все наши сгенерированные меши и добавляет меши в наш GameObject. А уже внутри компонента LOD Group мы можем наблюдать, как эти варианты заменяются в зависимости от удаления от камеры. Помимо упрощения самого меша, мы здесь можем работать с UV-разверткой, мы можем работать с тенями и со светом. Также здесь есть куча других параметров, с которыми вы можете поиграться и настроить все так, как нужно на вашем проекте. А теперь сравним, как эти LOD-системы работают. Мы загрузим сцену, на которой расположено большое количество противников. Сначала посмотрим, как это все выглядит без LOD-систем, а затем сравним с тем, что нам показывают различные виды LOD-систем. Запустив сцену без какой-либо LOD-системы, мы сразу видим 2 миллиона треугольников и 5,5 миллионов вершин. На сцене располагается около сотни противников. Такой вариант нас, конечно же, не устраивает. А подключив новую систему Mesh LOD и запустив ту же самую сцену с теми же самыми противниками, мы сразу видим у нас 65 тысяч треугольников и около 175 тысяч вершин. И получаем значительное снижение нагрузки на видеокарту. При приближении к противникам значения вершин треугольников растут, потому что меняются LOD-варианты. Unity управляет этим сама из коробки и все делает за нас. А подключив старую LOD-группу, мы наших противников на сцене не видим вообще, потому что в ней есть опция полного отсечения рендеринга объектов. А когда мы приближаемся к ним, они начинают появляться. Также, как вы можете заметить, старая LOD-группа управляет еще и тенями и на большом расстоянии у объектов не отрисовываются тени. Новая система Mesh LOD такое не умеет. И так, как вы могли заметить, подключение любой LOD-системы, что старой, что новой, позволяет очень хорошо оптимизировать нагрузку на видеокарту. А так как я создаю 3D Action RPG в открытом мире, то без настройки уровня детализации моделей я сделать вообще ничего не смогу. Потому что игра не сможет запускаться даже на самых высокопроизводительных компьютерах. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, обязательно пишите комментарии, если вам вдруг что-то непонятно из моих видео. А также просто задавайте вопросы по Unity и по разработке игр в целом. А в следующих видео будет еще больше оптимизации, еще больше интересного. Всем пока. До встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok